Кризис ударил и по-мороженому. Его стали покупать гораздо меньше, чем раньше, несмотря на жаркие дни и небольшое снижение цен. Нижегородцы и гости города экономят все больше, отказывая себе даже в таких маленьких радостях. Хуже всего дела обстоят с развесным лакомством. Лотки остаются полными практически до вечера, хотя раньше их содержимое разбирали буквально за часы. Я здесь шестой год работаю. С каждым годом все хуже, хуже, хуже. Тенденция такая, с каждым годом все хуже, хуже. А вот на напитки, в частности на квас, цена на нефть и курс валют никак не повлияли. Здесь основное значение имеет погода. Если на улице жара, то от желающих испить прохладной жидкости нет отбоя. А холода наоборот отгоняют покупателей от прилавка. При этом цены за стакан старинного русского напитка за год немного подросли. В прошлый год, июнь и мае, в мае очень хорошие были делы, были месяца и очень хорошие продажи, потому что много теплых. А в этом году, вот сейчас тепло, сейчас пошли на продажи более-менее. И как только повышается температура, так и начинают, и начинают, и начинают. Что же касается мороженого, то необходимо отметить, что это очень древнее лакомство. Высказывается предположение, что история мороженого насчитывает более 4 тысяч лет. Остается надеяться, что нижегородцы все же вновь полюбят холодное лакомство. И как раньше, будут есть его, запивая квасом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова